Здравствуйте, друзья! Программа «В доле». Я тут, Ларсен, и, как обычно, в этой программе целый час мы будем говорить о доле, о женской доле в бизнесе и о доле женщин в бизнесе. Сегодня поговорим о пиар. У нас в гостях Юлиана Слащева, президент и гендиректор консультационной группы «Михайлов и партнёры». Здравствуйте, Юлиана! Здравствуйте, Юлиана! И по телефону ещё будем звонить представителю совета директоров Центра политического консультирования Никола М., но это будет чуть позже, а вы можете присоединяться к нашей беседе 65 10 99 и 6. Это московский телефон, кодмосквы 495. Заходите на сайт finam.fm на страничку программы «В доле». Ну и мне очень интересно всегда узнавать, как наши гости приходят в свой бизнес. Для вас, я знаю, это был тот самый счастливый случай случайный, который на самом деле не случайен. Правда ли, что вас, можно сказать, вашим крёстным отцом в пиаре стал американский бизнесмен из Техаса? Да, совершенно правильно. Это Джек Восьмёркин, американец, какая-то голливудская история. Точно, точно. Вы знаете, это правда была совсем голливудская история. Я училась в институте, и один из преподавателей услышал рекламу по радио, что американская компания нанимает специалистов в определённых областях. Если честно, я уже не помню, в чём конкретно специализировался этот человек. Нет, он мне попросил позвонить. Проблема в том, что этого преподавателя, который решил попробовать свои силы, то есть он всё послушал и понял, что это про него, была одна проблема, он плохо говорил по-английски. Он попросил меня позвонить за него и узнать все условия работы, оплаты, насколько важно знание языка, есть ли там переводчики и так далее. Я позвонила, и позвонила, видно, в какое-то неурочное время, поэтому в офисе не было секретаря, и ответил, что владелец сам бизнесмен, да, владелец компании. И мы с ним час проговорили по телефону, потому что сначала он мне порассказывал про ту работу, о которой шла речь, выяснилось, что там обязательно знание английского языка. А откуда у вас-то было такое прекрасное знание? Вы знаете, я начала очень рано, я училась в английской спецшколе, и, собственно, начала, когда мне было 7 лет, и я быстро хватаю языки, поэтому на первом курсе института я говорила уже абсолютно свободно. Пока я училась в школе, я съездила несколько раз по обмену в англоязычные страны, поэтому я говорила свободно, у меня язык был практически как родной. Поэтому, поговорив с ним, он сказал, ой, вы знаете, у вас такое интересное personality, то есть личные проявления, которые слышны даже по телефону, давайте мы с вами встретимся, что, к сожалению, вот вашему другу с работой не получится, потому что английский нужен совершенно свободный, вот такой, как у вас. А с вами я готов повстречаться. Слушайте, может, он просто к линии подбивал, услышал симпатичный голос, хорошая, молодая. Это было на самом деле, тогда мне это не пришло в голову, больше, конечно, было мое удивление, когда я, собственно, приехала в маленький-маленький офис, который, в общем, располагался в квартире, на первом этаже жилого дома, в квартире, тогда очень много офисов иностранных компаний располагались именно так, потому что было много сложностей для них здесь вообще пребывания, и инфраструктура как таковой не было. Когда я позвонила в дверь, и мне открыл дверь черный человек двухметрового роста, огромный черный человек в костюме, это был он. Бизнесмен из Техаса? Да, из Техаса, это был он, бизнесмен из Техаса. Слава богу, он в этот момент был без своей техасской шляпы, в которой он потом часто появлялся и на работе, и где-то на каких-то мероприятиях, то есть я думаю, что просто тогда бы я вообще подумал, что это сюр, если бы он еще был в казаках и в шляпе. Нет, он был в костюме, очень прилично одет, но вот это был он, это был, да, это был Билл Эллис, бизнесмен из Техаса. Мне очень интересно, вы сегодня понимаете, какие именно качества ваши и особенности вашей персоналити тогда его тронули, как он вас разглядел? Да, конечно, понимаю, более того, я думаю, что это то, что и помогало мне дальше строить карьеру в этой профессии и, собственно, до сих пор то, что нравится клиентам, это энергетика. Это вот такая вот, знаете, мощная позитивная энергетика, которая, я люблю людей, мне интересны люди, я, наверное, если можно и сказать, что я в жизни что-то коллекционирую, то я коллекционирую характеры, жизненные ситуации, жизненные истории и умею находить в них какие-то зерна, дающие, например, людям дальнейшее развитие, продвижение, решение их сложных каких-то жизненных ситуаций. И, наверное, в разговоре это видно, всегда в разговоре видно, когда человек позитивно и с энтузиазмом смотрит в завтрашний день. И тогда мне было 18 лет, и он, видно, это рассмотрел. Но, с другой стороны, когда человек 18 лет, такой открытый, искренний и с энтузиазмом, во-первых, это, ну, 90% случаев у 18-летних бывает, но потом уже годами к 23-м обычно проходит. У кого-то проходит. Да, всё-таки это, ну, господи, ну, это просто вот такое легкомыслие, такая молодость-молодость, а потом уже для того, чтобы человек был профессиональным пиар-специалистом, нужно же, наверное, что-то ещё? Подождите, это из самого начала не исключало образование, уже даже к 18-18 лет я достаточно много прочитала, и со мной было о чём поговорить. Прочитала бы из общих знаний, не из области пиар. А, из общих знаний, нет-нет-нет, да, из общих знаний, и достаточно неплохо понимала, собственно, нам было с ним о чём поговорить, потому что, наверное, для него, как человек к этому моменту всего меньше года делавшего бизнес в России, он нечасто встречал людей, хорошо знакомых с тем, что такое Соединённые Штаты, как они живут, как они устроены, поэтому нам, ему уже тогда показалось, что на базисе того, он же предлагал мне работать в американской компании, в своей компании, одним из ключевых вещей для него было просто уровень общих знаний, которые есть у кандидата на эту позицию, для того, чтобы он смог продвигать в жизнь те мысли, которые, и те месседжи, как мы сейчас говорим, которые ему нужно транслировать. Поэтому, конечно, я уже могла поддержать разговор, это было важно. Дальше, начав работать, я поняла, что я, конечно, ничего не понимаю в той профессии, в которой он меня привёл и предлагает мне, которой, заниматься. И я стала читать уже американскую литературу, потому что российской в тот момент или не существовало, или я не знала её существования. В России-то и пиар тогда не существовало? Не, не существовало. Ну, то есть как? Первое пиар-агентство, американское пиар-агентство, пришло в Россию за американскими государственными деньгами, за грантами на поддержку экономических реформ в России, это было в 90-м году. Это было агентство Бёрсон Марстеллер, которое открыло здесь офис и просуществовало здесь до кризиса 98-го года, когда оно приняло решение офис закрыть, о чём сейчас до сих пор очень жалеет. Но, тем не менее, в 90-м году первое американское, параллельно с ними, пришло ещё одно американское агентство, а в 92-м, 93-м, 94-м году уже появилось много российских. Михайлового партнёра появилось в 93-м году, в 93-м же Игорь Писарский открыл свой Рим, а Никола Эм появилось в это же время, поэтому агентства уже появлялись. Но литература, я говорю о 90-м годе как раз, литература, нет, я говорю даже о 91-м, а литературы не было. Почему спрашиваю? Потому что я в этом же году начала изучать на журфаке экономическую журналистику и рекламу, и это тоже было абсолютно отсутствующее тогда профессии, отсутствующая литература, отсутствующие специалисты, педагоги. Все наши разбежались к 93-му году работать по этим самым агентствам, просто потому что в УЗИ столько денег нельзя было заработать, и они сами-то не больно понимали, как этому можно нас научить. И, собственно, можно сказать, что вы, наверное, один из тех людей, которые пиар в России формировали. 20 лет. Какой у нас стиль? Мы же отличаемся от западных аналогов. Вы знаете, и да, и нет. Мы не можем очень сильно от них отличаться, потому что мы учились по их учебникам, мы учились по их кейсам, мы учились по их опыту, у нас своего не было. Вернее, тоже неправильно сказать. Я, например, закончила высшую комсомольскую школу. К моменту, конечно, когда я ее заканчивала, она уже по-другому называлась, она называлась Московская гуманитарно-социальная академия, но поступала я в нее как высшую комсомольскую школу. Там был самый сильный в России факультет пропаганды. Ну, конечно, идеология. На факультете военных, в институте военных переводчиков, где людей учили в громкоговорителе объяснять на всех языках мира, что Советский Союз ведет справедливую войну. И в, собственно, высшей комсомольской школе, где учили просто пропагандистов, реальных пропагандистов, которых потом направляли на предприятия везде. Поэтому нельзя сказать, что у нас ее не было. И наша, как бы, условно прародитель нашего пиара, наша пропаганда была очень системная, очень сильно подготовленная и очень идеологически зацементированная. Это, наверное, самое большое отличие, которое всегда было в нашем условном пиаре, который мы называли пропагандой, от иностранного, от американского. У нас были более грубые методы и более сильное, вот я говорю, идеологическое такое вот закрепление. Потому что в Америке пиар создавался, безусловно, тоже с идеологической подоплекой. И во многом пиар использовался всегда в Америке для продвижения страны, для продвижения идеологии, для наращивания того вот невероятного патриотизма, которым мы так восхищаемся, когда говорим про Америку, которого нет, к сожалению, у нас. Соответственно, это тоже все было идеологией, просто она была тоньше. Для меня удивительно то, как глубоко, оказывается, уходят корни пиара и в России, и в мире, да, потому что, ну, для непосвященного человека пиар, пиарщик, это что-то такое, ну, достаточно легкомысленное, поверхностное. Это, ну, так, навскидку, это тот человек, который ходит на тусовки, общается с журналистами, пьет шампанское и что-то кому-то втирает. Вы представляете собой совершенно другую, такую тяжелую артиллерию этого бизнеса, и действительно, я понимаю, что, а, этому очень и очень серьезно нужно учиться, б, нужно очень четко понимать историческую, наверное, какой-то исторический бэкграунд, вообще механизмы существования. Того, как появился он, да, и вообще, как он появился, это важно. И, видимо, иметь какую-то достаточно жесткую стратегию и четкое представление о том, куда это все нужно двигать и в какую сторону это должно все развиваться, потому что, опять же, из ваших интервью вы сказали один раз, что вас гораздо меньше интересует процесс, и всегда вы заточены на результат. Соответственно, но, с другой стороны, результат специалистов пиар это, ну, я не знаю, там, вложить в мозг максимальному количеству людей или, там, нужных людей какую-то свою, там, я не знаю, задачу, мысль, установку. Ну, в упрощенном, немножко в упрощенном виде, наверное, так, а, на самом деле, результатов пиар может быть очень много. По крайней мере, они очень сильно зависят от той стратегии, которая выбирается. Самый распространенный, наверное, это, да, это поменять представление или убедить определенную группу людей. Иногда это может быть два или три человека. А в остальном после новостей? Говорим о роли женщины в пиар, и у нас в гостях президент и гендиректор консульт... что мне не дается-то это слово с утра пораньше? Консалтинговой. Да, консалтинговой компанией. Консалтинговой. Вот потому и не дается, потому что неправильно написано. Консалтинговая группа Михайлов и партнера Юлиана Слащева. Присоединяйтесь к нашей беседе 65 10 99 6, код Москвы 495, или заходите на страничку программы «Вдоль» на сайте финам.фм. Мы перед новостями как раз говорили о том, что, грубо говоря, пиар – это обратить в свою веру каких-то нужных людей, и вы очень интересно уточнили, что это не обязательно формирование общественного мнения, это может быть мнение двух людей. Или одного. Президента. Например. И все. Да, и все. И на самом деле все остальное, что получается, это скорее побочный эффект. А есть задачи, которые стоят в смысле воздействия, изменение мнения, да, в голове одного, например, человека. Ну или часто очень одного человека, это, наверное, скорее редкая задача, но она бывает. Но в последнее время все чаще и чаще то воздействие, которое хочется или нужно оказать для решения определенных задач, происходит на очень узкую группу людей. То есть на тех, от кого действительно что-то зависит. На тех, от кого действительно что-то зависит в этот конкретный момент, в этой конкретной задачи, для решения этой конкретной задачи. То есть пиар в умном своей реализации, это не стрелять из пушки по воробьям, это не включать тяжелую артиллерию тогда, когда это не нужно, а это очень точное воздействие. Я вам больше скажу, что может вас удивить, и удивит наверняка многих тех, кто считает, что знаком с технологиями пиара, это то, что достаточно часто в последнее время, а почему в последнее время? Потому что мы тоже учимся, мы тоже постигаем новые возможности, новые инструменты и понимание. И каждый год у нас, собственно, растет наше собственное понимание того инструментария, которым могут решаться задачи. Мы не оказываем услуги. Михайловы партнеры, я, мои ключевые топ-менеджеры, мы не являемся людьми, которые оказывают услуги. Мы решаем проблемы. К нам обычно 90% наших клиентов приходят с определенными проблемами. Не то, что им нужно пропиарить что-то, какой-то продукт, товар или услуга. Это очень редкий заказ Михайловы партнеры. Обычно они приходят с задачей, с проблемой, с судебным каким-то, сложным судебным случаем, с каким-то корпоративным конфликтом, с внутренней реструктуризацией внутри компании, с изменением представления, редким, например, произошедшим изменением владельцев бизнеса о развитии своего бизнеса и о том, как он выглядит вовне. Когда нужно уже включаться на таком стратегическом уровне. И мы тоже, в общем, я говорю, каждый день учимся и поняли в последнее время особенно, что часто решать задачу можно, например, вообще без использования средств массовой информации. Это как же? Как это? Пиар без СМИ? Да, вот это вот действительно вызывает вопросы. И часто очень, когда мы говорим клиенту, что вот мы подумаем, уходим думать, возвращаемся и говорим, что вот мы решим вашу задачу вот так, так и так. И он говорит, а как же, а что, с газетами работать не будем и на телевизор тоже не пойдем? Мы говорим, нет, вы знаете, вот в вашем случае это не нужно. Но дело в том, что пиар это правильная коммуникация. СМИ это только один из инструментов правильной коммуникации, который может быть использован. Иногда для решения какой-то задачи клиента нужно собрать в одной комнате под условным названием круглый стол из десяти человек. Но это же не нужно делать через средства массовой информации. Правда, это делается через личные связи и контакты. А слава богу, работая на рынке 20 лет, а в этом году мы празднуем свое 20-летие. Работая 20 лет, мы, конечно, обзавелись и завоевали много нужных нам сейчас связей, контактов, правильных точек входа в разные организации и учреждения. Но мне кажется, уже даже то, что вы описываете, как-то и неловко называть пиаром. Это действительно консалтинг, это уже какая-то миротворческая функция. Это гораздо более серьезные, психологические, философские, наверное, идеологические. Это правда. На самом деле, поэтому мы и называемся консалтинговой компанией. И на самом деле, больше, конечно, позиционируем себя как коммуникационные консультанты, потому что коммуникации в нашем понимании – это действительно правильно простроенные отношения с людьми. Это умение выстраивать и поддерживать отношения с разными аудиториями и с разными конкретными людьми. Отношения с людьми в России легче строить и поддерживать, чем с иностранными партнерами. Принято считать, что в России вообще телефонное право и какие-то личные связи решают практически большинство вопросов. В Америке, в Италии точно так же решают. Правда? Да, не во всех странах, безусловно, но во многих странах это идентично нашему. А, конечно, россиянам с иностранными партнерами решать вопросы значительно сложнее, чем россиянам с российскими партнерами. Но, опять же, правильная коммуникация – это профессиональная функция. И поэтому, если она есть, и если вы ее нарастили, наработали, безусловно, должны быть какие-то врожденные способности, в принципе, к общению, потому что есть люди, которые физически устают от общения, есть люди, которые вынуждены его дозировать для себя, есть те, у кого с этим есть какие-то ограничения. Безусловно, в нашу профессию не должны приходить люди с ограничениями в общении, потому что 99% нашей работы – это коммуникация. Поэтому, если коммуникация – это профессиональный, даже не талант, а это, наверное, талант плюс профессиональный навык, то тогда, в общем, не имеет значения, с какой стороны партнер. Но в вашем опыте же был момент, когда вы занимались коммерческим пиаром, когда вы работали в большой рекламной корпорации, и вы уходили из Михайлов и партнеры в какое-то совершенно иное поле. Да, вы знаете, я уходила сначала, для начала я уходила на клиентскую сторону, потому что, так как я с 19 лет работала в Михайлов и партнеры, то в какой-то момент после 7 лет работы я поняла, что мне нужно, что я не до конца понимаю клиентов изнутри, технологии их принятия решения, принципы принятия решений по тем или иным вопросам, стратегичность внутренних процессов. Поэтому я посчитала, что мне нужно пойти и попробовать поработать на клиентской стороне внутренним, собственно, специалистом по коммуникациям. Да, я уходила в компанию, которая занималась энергетикой, нефтью, многими разными вопросами, связанными с абсолютно коммерческой деятельностью, да, с промышленностью даже. И я проработала там два с половиной года, поняв, как выстроены внутренние процессы, в том числе и заказа внешних аутсорсинговых услуг на консалтинг, как принимается решение первым лицом, как функционируют в этом смысле все вот внутренние процессы принятия решений. Мне это было очень полезно. Дальше у меня был период работы в BBDO, где действительно клиентами были в основном компании, работающие в сфере FMCG, то, что мы называем рынок товаров народного употребления. Продающие компании, которым нужно продвигать свои бренды, но и там, тем не менее, я как человек, который всю жизнь занимался решением проблем и основные все свои серьезные проекты сделала, я даже скажу вам больше, основные деньги заработала на управление кризисными ситуациями, и там находила всегда клиентов, которым нужно было решать какие-то отдельные проблемы. Но именно поэтому я вернулась в Михайлову партнеры после почти четырех лет отсутствия там, потому что я понимала, что... Но это было триумфальное возвращение. Это было триумфальное возвращение, да, Михайлов в этот момент как раз покинул компанию. Но я вернулась туда именно потому, что я понимала, что там я смогу реализоваться вот с той своей тягой к решению сложных задач. То есть в коммерческом пиаре вам просто было скучно, получается? Вашему копью не хватало амплитуды? Там я бы сказал, да, моей энергии не хватало реализации. Очень, конечно, интересно вообще поговорить о том, чем мужчина и женщина отличаются в пиаре, потому что, когда вас брали в Михайлов, да, один из топов сказал, что вообще-то женщина в пиаре делать нечего, здесь нужна мужская логика, характер. Аналитический склад. Да, да. А бабы, они, в общем, на это не способны. А мне кажется наоборот, что пиар это очень женская профессия, потому что женщина, коня, она с какого-то в горячуюсь бы войдет? А, и Б, очень любит общение, любит говорить, не устает от этого никогда, пудрит мозги, работает обаянием и т.д. и т.п. Или все-таки это какой-то должен быть синтез? Нет, вы правы абсолютно в том, что вы говорите по поводу женщин. Женщины отличаются значительно больше выносливостью и терпеливостью, чем этим отличаются мужчины. Консалтинг – это сфера обслуживания. Пусть это высшая сфера обслуживания, но это сфера обслуживания. В сфере обслуживания всегда нужно обладать терпением, нужно обладать гибкостью и нужно обладать выносливостью, потому что, в принципе, это очень тяжелая работа. Это только может в журналах казаться, прочитая интервью, казаться, что это все очень легко и работа сплошное удовольствие, поэтому так много молодых людей хотят сейчас идти в пиар. Ведь это огромный, огромный зашкаливающий процент молодежи, которая отвечает, там, одиннадцатиклассников или, там, уже учащихся студентов, которых спрашивают, кем вы хотите работать, они хотят работать в пиаре, потому что им кажется, что это очень легко. Что на самом деле не так, это сложная, рутинная работа, требующая системности, терпения, и поэтому женщины действительно часто делают и лучше. Однако, все стратеги все равно мужчины. 95% стратегов все равно мужчины. Женщины не способны рассчитать на несколько шагов вперед? Нет, сейчас уже у меня, например, есть много женщин в команде, которые способны рассчитать на несколько шагов вперед. Здесь не вопрос просто шагов, здесь вопрос системного сложения огромного количества разных факторов. Как вы правильно сказали, что пиар, когда вы слышите, о чем мы говорим, у вас даже сложилось представление, что это что-то стратегичное, и что-то требующее простройки многофакторного анализа. Это так и есть. Когда к нам приходит клиент с проблемой и говорит, вот у меня такая проблема. А вот в моем опыте пока только мужской ум, причем очень специальный тоже, способен разложить по полочкам все, что клиент рассказал, систематизировать его проблему и разделить ее на некоторые подпроблемы и понять, как с этим быть. Может, это какая-то даже физиологическая ситуация, как с умением парковаться, с развитием того или иного полушария. Я думаю, что сразу с моим умением парковаться это точно связано. Да, возможно, но на самом деле вот мой опыт это показывает. В любом консалтинге, знаете, и особенно, я говорю, там, где нужен вот такой вот топ-левел стратегический консалтинг, я учусь у тех мужчин, которые работают со мной в команде всегда. Да, вот сколько я начала с ними работать, столько лет я у них учусь, и до сих пор я не всегда могу познать вот их, вот как он пришел к этому выводу. Вот я на самом деле не понимаю, вот правильный же вывод, но как он к нему пришел, я не понимаю. Почему он решил, что надо именно так, знаете, операцию будем проводить именно так, а не по-другому? Но это логика, а как же интуиция? А вот интуиция женская очень. Вот меня, например, всю жизнь спасала как раз интуиция. Я даже иногда шучу, что мне интуиция на 100% заменяет информацию, потому что иногда, когда я чего-то не знаю, я вот... А опять же, но все равно интуиция основана на опыте. Интуиция это, как сказал один наш мужчина-коллега в компании, с которой мы много лет проработали, он сказал, что опыт сильнее логики. И в нашем случае действительно так бывает. Люди, которые много прошли разных проектов, много кейсов, решили много важных, сложных задач, они на самом деле решают каждую следующую, основываясь даже, может быть, не всегда на логике сегодняшней ситуации. Хотя вот те мужчины, которые стратегии, про которых я говорю, они все равно основываются на логике. Это прецедентная история. Друзья, ужасно интересная беседа о пиаре, о женщине в пиаре. Продолжим после коротких новостей. Рассуждаем о роли женщины в пиар с президентом и гендиректором консалтинговой группы Михаилова Партнера Юлианой Слащевой. Безумно интересный для меня разговор, потому что я, конечно, человек крайне далекий от этой темы, но совершенно по-другому представлял себе пиар. В принципе, опять же, поскольку я руководствуюсь тем, что я вижу. У меня на радио пиар, есть на телике пиар, сейчас я вижу какие-нибудь пиар девочек и мальчиков как раз из каких-нибудь компаний. И действительно, у них какая-то очень сладкая и легкая жизнь, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что они нифига не знают. Почему знают? На уровне инструментальном мы называем это. Называем это инструментальный уровень пиара. Да, пойди сюда, принеси... Напиши пресс-релиз. Да, да, напиши пресс-релиз, там, не знаю, пригласи этого человека. Вот, а то, что пиар может решать, двигать такие тектонические пласты вообще, и такими глобальными вопросами заниматься, для меня, например, это невероятно интересное открытие. Я напомню нашим слушателям, наш телефон 6510996, код Москвы495. Пожалуйста, звоните, если у вас есть вопросы. О роли женщины и мужчины в пиаре мы сейчас будем дозваниваться Игорю Минтусову из Никола М, чтобы он тоже как-то разбавил наш женский щебет своим мужским взглядом на вещи. Хотя, вот, действительно, мы говорили об опыте, об интуиции и о том, что это какая-то прецедентная история, что, конечно, у человека, который там занимался всю жизнь выращиванием, не знаю, цветов у себя в садике, как бы ни сильно не была бы развита у него интуиция, он, наверное, все равно вряд ли мог бы в каких-то таких серьезных вопросах сразу ее включать. Но, а бывало ли, что подвела интуиция, что логике же тоже невозможно научиться? Это либо у тебя есть, либо нет? Логике возможно научиться, безусловно, и мы очень стараемся учить наших консультантов логики. И меня учили ей, когда я пришла в 19 лет. На самом деле, мне тогда очень повезло. Я как раз попала в коллектив, в котором было 9 мужчин и барышня-секретарь. Я, собственно, была одной из первых женщин, которые в Михайлово партнеры появились. И невероятно благодарна своим учителям, которые настолько много в меня вкладывали и так много мной занимались. Например, когда я пришла в Михайлово партнеры, у меня не то что логики не было. Я, в общем, пресс-релиз написать не могла, честно. Кроме моей безумной вот этой вот безудержной энергетики и юношкого максимализма, о котором вы сказали вначале, и очень большого позитивного отношения к жизни, которое я источала вокруг себя, я реально не умела писать совсем. Для меня три предложения составить между собой была проблема. Для примера вам скажу, что мои оценки по сочинениям... Лучше, если я получала по сочинению 4-4, это был праздник всей семьи. То есть у нас покупали торт и открывали шампанко. То есть вы не писатель, вы говорили. Вообще. Но, как и мне казалось всегда, что это кому-то дано, а кому-то не дано. На самом деле это не так. Сейчас я совершенно спокойно сажусь и пишу любой текст, любой сложности, начиная от дружеского поздравления, которое часто очень сложно дается, до серьезной статьи. Поэтому этому можно научиться. Это просто вопрос усидчивости и того, кто тебя учит. У нас на связи Игорь Минтусов, председатель совета директоров Центра политического консультирования Никола М. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы тут в доле с Юлианой Слащевой рассуждаем о роли женщины в пиаре. Как вам кажется, есть ли все-таки области пиар-бизнеса, в которые женщину нельзя пускать? И в которых ей никогда не добиться успеха? Ну, такой ярко выраженный провокационный вопрос. Очевидно, что вы такую мне подачу делаете, что я даже не знаю, в какую часть вашего теннишного корта обратно запустите. Пиарщик с пиарщиком заговорили. Мы оттягиваем время, чтобы подумать, как ответить на этот вопрос. Я вам профессиональный секрет. Давайте упростим задачу. Поскольку в студии Юлиана Слащева, я хотел на этот вопрос ответить следующим образом. Я затрудняюсь сказать, какая роль в пиар в российском женщин вообще, но роль Юлианы Слащевой, конкретно в российском пиар, очень большая. Поэтому то, что в данном случае Юлиана Слащева является женщиной, но это некоторый такой медицинский факт, не более того. То есть это побочный эффект. Поэтому это мог бы быть Юлиан Слащев. Ну и что? Вот в данном случае есть достаточно яркий, выдающийся специалист в российском пиар. Ну вот она женщина, да. Вот так получилась. То есть мы здесь вообще гендерных никаких не можем различить для себя, обнаружить. Ну вам с кем вообще проще работать в пиар? С мужчинами или с женщинами? Вот если вы нанимаете человека. Ну вот как вы думаете, что я скажу? Что, конечно же, с мужчинами. Ну естественно, я скажу, конечно же, работать с женщинами удобно, потому что они более, на самом деле, если говорить совсем более серьезно, они более, что ли, тонкие. Они более тонкие, более мягкие, более адекватные. То есть в этом смысле слова. С ним работать с ними, работать комфортнее. Я думаю, что это не только в пиар. Наверное, вообще, если такие опросы провести репрезентативно среди мужчин, наверное, вот те качества, которые я сказал, то ровно эти они выделят. Что женщина более тонко чувствует, что называется, окружающую среду. А в частности в пиар это очень и очень важно. Так как коммуникация происходит в разных плоскостях и с разной амплитудой, с разной частотой. И поэтому, знаете, как у некоторых животных. Некоторые животные видят в темноте, потому что у них там частота, я не физик, не могу сказать, но, условно говоря, там частота их там сетчатки, она позволяет воспринимать то, что там не видят какие-то конкретные люди. Нет, ну подождите, ну а как же, ну а баяние-то женского никто не отменял. Там, где мужчине нужно идти, там, я не знаю, на пролом с мачете, женщина может похлопать ресницами и добиться своего. Или все-таки на вашем уровне пиар развития это уже не работает? Такую не используют, такую тактику? Вы знаете, второе. Вот как раз вот это, на мой взгляд, менее всего важно. Может, потому что я много лет очень работаю в области манипуляции поведения общественного. И ясно, что там блондинки, длинноногие на каком-то этапе, на фрагменте определенном коммуникации на кого-то могут оказать воздействие. Но все это настолько поверхностно, как та же поверхностно, как, например, говорить, что от цвета галстука, который выберет политик, который идет на передачу, будет зависеть успех этой передачи. Важен ли цвет галстука? Ну, наверное, да, он какую-то роль играет. Но это фактор в втором и третьем десятке. Извините, моя коллега Алла Довлатова, у нее прям целый гороскоп, во что нужно одеться, чтобы был удачный день, и в какого цвета платье, и в какого цвета красить ногти. Наверное, все-таки для кого-то это, может быть, и важно, как Юлиана, нет? Ну, мы с Игорем точно профессионально можем поспорить с этим. Правда, Игорь? О чем, Юлиана, мы можем с тобой поспорить? Нет, не с вами, мы с вами на одной стороне, Игорь. Мы с вами на одной стороне можем поспорить с суевериями. Нет, я имею в виду, что мы одним лагерем, нет. Игорь, мы одним лагерем можем поспорить с суевериями про одежду, галстуки и так далее. И парфюмерию. И парфюмерия, и влияние этого на удачный эфир, например. Ладно, что ж, спасибо большое, Игорь. В общем-то, это была блестящая сыгранная партия пиар-общения. Для меня это был очередной мастер-класс. Спасибо большое. У нас на связи был председатель совета директоров Центра политического консультирования Никола М. Ну, а не обидно, что вот уже действительно как-то, ну, не важно, женщина ты или не женщина, потому что, когда ты работаешь, ты вот просто, ты мужик, свой человек, ты профессионал, и тебе никаких скидок не дают на то, что ты, в конце концов, можешь быть кормящая мать в этот момент? Или беременная? Скидок не дают, но на самом деле на определенном этапе развития уже какого-то карьерного и профессионального они уже и не нужны. Нет, наверное, нет. Я беременная вела фактически предвыборную кампанию. Будучи на пятом и шестом месяце беременности, на это время пришлось самый активный, самый разгар последней президентской кампании. Да. И только уже когда все закончилось, я поняла, ой, ничего себе, я же глубоко беременна. Как это я работала по 14-15 часов каждый день на протяжении всех этих месяцев. Ну, ничего, потом был, собственно, более легкий, свободный период, и после этого я смогла как-то уже отдохнуть, прийти в себя и даже за месяц до родов уйти в декрет, что на самом деле был практически геройский подвиг. Требования к себе воспринимаешь абсолютно нормально на этапе вот этого, я говорю, этого профессионального карьерного развития. Главное самой понимать, ради чего ты все это делаешь. То есть когда ты понимаешь, что да, я делаю это ради чего-то, я делаю это, а, ради собственной реализации, б, ради своей команды, которая со мной идет, и которую мы там столько лет вместе строили, и ради того, чтобы сделать страну лучше. На самом деле это очень важно, конечно. 65, 10, 99, 6, наш московский телефон. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Слушаем вас. Очень интересная передача. Спасибо. Хотел чуть-чуть поделиться своим опытом. То есть я тоже работаю в этой сфере. И чтобы добиться успеха, у меня есть определенный круг знакомств, который у нас сложился у всех с прожитыми годами. Так вот, чтобы решить мне какую-то задачу, я знаю каждого своего друга и знакомого, на что он способен, какие у него связи. Я ему даю маленькую задачку. И он эту задачку решает. Решает второй, третий. Они не знают общего плана. А общий план, когда все они выполняют свои маленькие задачи, я тогда решаю ту задачу, которая мне нужна, достаточно большая. И еще, каким образом я действую? Я помню, что, чтобы люди протягивали нам руку, мы должны коснуться их сердец. Бизнес целиком зависит от взаимоотношений. То, о чем говорила Юлиана. Это абсолютно правильно. Главное, чтобы люди, окружающие тебя, были убеждены, что ты человек порядочный, сердечный и надежный. Только в этом случае ты становишься, как я всегда говорю, я работаю в качестве инструктора по достижению успеха. Это первое. Второе. Я сделал впервые, наверное, в стране. Мы делаем детское издание и объясняем детям очень много интересных вещей из истории, из различных областей знаний. И подтягиваем для этого какие-то предприятия. И вот это дело у нас пошло. То есть мы встречаемся с руководством этих предприятий, с первоагентствами, рассказываем, что вот есть у нас такое издание с таким тиражом. А вы делаете, вы учите детей быть успешными, правильно? Совершенно верно. И мы им рассказываем. И самое главное, что сейчас у нас сложилось 12 номеров, и мы его впускаем. Уже стоят в очередь предприятия, которые спонсируют наше издание, и благодаря которым мы делаем интереснейшие рассказы. Спасибо, спасибо большое, Владимир. Ну, тоже, в общем, наверное, вы же тоже, вы не преподаете? Вам приходится ведь учить, пусть не детей, но, наверное, каких-то младших коллег. Вы знаете, я преподаю тогда, когда на это есть время, и очень жалею, что у меня времени на это мало. В будущем собираюсь преподавать больше, значительно. А по поводу книг для детей, это очень важная вещь. Мы тоже сейчас в свой год, в своего 20-летия хотим выпустить детскую книжку для детей-пиарщиков «А чем занимаются мои родители?» Да, это будет бестселлер. Ну, а вот смотрите, действительно, интересно. Важно, чтобы ребенок с детства был заточен на успех, на то, что в жизни важно быть успешным, нужно быть успешным. Вы знаете, успех очень сложная категория для того, чтобы ее объяснять детям. Поэтому, когда мы говорим об образовании детей, то, наверное, не ей надо пользоваться, не тем, что ребенок должен быть успешен. Он должен быть целеустремленным. У него должны быть цели, их надо достигать. О семье и детях чуть побольше поговорим с Юлианой Слащевой. После новостей на Финам.ФМ оставайтесь в доле с Тутой Ларсой. Сегодня говорим о женщинах в пиар. У нас в студии президент и гендиректор консалтинговой группы Михаилов и партнера Юлиана Слащева. И удивительно, но третья программа в доле, которую я делаю, и третья бизнес-женщина приходит в гости. И это третий человек, у которого трое детей. Ничего себе. Нормальная, полноценная семья. Причем как-то вот ухитряются женщины проводить со своими детьми время, ездить вместе в отпуск, заниматься их образованием, развитием и так далее, и тому подобное. Вот как-то тоже читала ваше интервью, в которых вы говорили, что единственное, что вам еще в этой жизни не покорилось и не удалось, это решить, значит, как-то свое жизненное пространство, свое время таким образом, чтобы оно делилось поровну между работой и семьей. И на момент того интервью это еще не было вами сделано, но сегодня вы обронили за кадром, пока нас не слышали наши уважаемые слушатели, что вы этот баланс нашли. Ну, для меня это звучит равноценно, как я нашел лекарство против СПИДа или рака, и за это надо Нобелевскую премию давать. Поделитесь, как? Ну, вы знаете, мне кажется, опять же, это пока еще требует некоторой проверки, но мне кажется, что с появлением третьего ребенка в моей жизни, которому пока всего 7 месяцев, я начала понимать, где проходит вот та грань времени, которую я должна тратить на семью, забирая его, частично забирая его, собственно, у работы. Потому что надо честно сказать, что последние годы, в общем, кроме работы и семьи, у меня времени почти ни на что не хватало. То есть я редко, к сожалению, к своему огромному успеваю ходить в театры, редко бываю на выставках, и это тот пласт жизни, который мне еще предстоит заполнить. Теперь следующая моя, я же, кажется, не ставлю себе цели. Это тайм-менеджмент или что? Это только тайм-менеджмент. Но это же тоже какое-то весьма отдельное искусство, и не всем это дано. И не всем это дано. И мне оно дано хуже, чем все остальные искусства, которые мне приходилось использовать в жизни. Тайм-менеджмент для меня очень сложная вещь. Расставить приоритеты и правильно, главное, подкрепить их всем необходимым остальным, очень сложно. Тем не менее, вот мне кажется, что сейчас у меня начинает это получаться. Я начинаю понимать, что многие процессы рабочие могут происходить без меня, потому что они без меня происходили, например, пока я была в декрете. Соответственно, это значит, что мне не надо, сломя голову, как раньше я бы это сделала, включаться в них во всех опять, потому что я могу наблюдать за тем, что караван идет. Все двигается, все идет, все развивается. Соответственно, я могу двинуться в сторону и заниматься чем-то другим, не возвращаясь туда. Но это потому, что вы работаете теперь, потому что вы босс, а не работаете на дядю, да? Я босс, а не работаю на дядю уже много лет, но у меня этого не получалось сделать. Я все равно бралась за все, я старалась во большинстве процессов участвовать, везде погружаться. Соответственно, это как раз тот самый тайм-менеджмент и необходимость, не то что умение, а необходимость делегировать определенные блоки. Соответственно, мне кажется, что с тайм-менеджментом у меня стало лучше. И я сейчас вот эту более-менее грань нахожу. Я вечера стараюсь всегда проводить со своими детьми. Я утром провожаю сама детей в школу, несмотря на то, что у меня там есть люди, которые, естественно, мне помогают. Но я провожаю детей в школу сама для того, чтобы утром получить вот этот необходимый объем общения с ними. По вечерам я провожу время, ну, пять из семи вечеров точно я провожу дома с детьми. И следующие, уже ставлю себе следующие цели и следующие планки. Если предыдущий был баланс временной между работой и жизнью, то следующий – это в эту жизнь еще включить культурное другое. И причем не столько даже сейчас уже для себя, сколько для детей. Это нужно им, моей дочери уже скоро 9 лет. И ей нужно уже для того, чтобы я за руку ее провела на выставки, в театры, показала ей, чем увлекаться. Что хорошо, что плохо в смысле культурного пространства. А так как оно у нас сужается с каждым годом, к сожалению. Ну, вот это удивительно, потому что, например, я сижу на трех стульях, работаю там на пяти работах. И я понимаю, что если я сейчас качну эту чашу весов чуть больше в сторону семьи, это может сказаться на моих доходах. И тупо я как-то потом, ну, возможно, мне будет сложнее опять встроиться в тот ритм, к которому я привыкла, который меня устраивал. Но получается, что если у тебя собственный бизнес, то действительно, наверное, это можно... Да, тут вам сложнее, чем мне, безусловно. И я это прекрасно понимаю. Да, если у тебя собственный бизнес... Это интересно, хотя у меня ответственности в сто раз меньше. Это не вопрос ответственности, это вопрос необходимости вам быть в пяти разных местах одновременно. А у меня такой необходимости нет. И более того, у меня ее много лет не было, тем не менее, я все время старалась быть в пяти местах одновременно. А сейчас я просто понимаю, что в силу уже новой жизненной ситуации это невозможно. И потому что я этого не хочу профессионально. Я этого очень продолжаю хотеть, и мне интересно, и мне интересно смотреть, как решаются задачи на разных участках. Тем не менее, это в силу уже вот внутренней... Главное найти здесь согласование с самой собой. И я его нашла, а работа позволяет мне это сделать. Ваше умение разруливать ситуации и спасать от кризиса окружающий мир, переходит ли оно в частную вашу жизнь, на вашу семью, на ваш личный мир? Вы настолько же эффективный антикризисный человек в своем дому, да? Да. То есть если где-то что-то потекло, отвалилось или осыпалось, если кто-то заболел, то вы всегда... Да, я знаю, как это решать, да. Я такой организатор процессов и решения... Организатор процессов и организатор решения разных сложных вопросов в нашей семье. А муж не напрягается, что вы решаете вопрос? Вы знаете, он все время занят, его вообще никогда нет, он все время работает, да, поэтому он не напрягается. То есть он еще этот баланс не нашел для себя. Ему очень, да, ему очень, да, и, думаю, не найдет в ближайшие годы. Хотя он стал значительно больше проводить время с появлением детей, безусловно, дома. Но он не напрягается, ему очень это нравится. У меня муж просто очень уверенный и очень состоявшийся человек. И ему невероятно нравится, что где-то ему не нужно хвататься за все и все организовывать самому. Его очень это устраивает. Иногда даже я его на эту тему... Я бы даже сказала, что ему невероятно повезло. Ему повезло, да, это ему говорят все друзья, и он сам это знает, и он сам рассказывает об этом, как это здорово, и как это непривычно вообще, когда тебе не нужно заниматься никакими орг-вопросами. 65 10 99 и 6 это наш телефон, код Москвы 495. И вот вопрос с странички программы «Вдоль» на сайте финам.фм. Мария интересуется, как вам работалось с Прохоровым? Мне очень интересно и очень комфортно работала с Михаилом Дмитриевичем, и работает до сих пор. Тьфу-тьфу-тьфу, почему можно постучать. Михаил невероятно интересный человек, и все, что он делает, и все, как он предсказывает события, то, как они будут развиваться, и то, как он принимает решения, было, конечно, для меня невероятной школой. И вот уже почти 6 лет работы с ним профессионально, наверное, вырастили меня больше, чем многие-многие годы предыдущей работы просто там самостоятельного обучения или даже обучения вместе со своими коллегами, которые, как я уже говорила, мне дали очень много и очень много меня научили. Но работать с такими людьми, как Михаил, и конкретно с ним, вот конкретно с ним, позволило мне совершенно по-другому посмотреть на профессию, на способы решения сложных задач, на совершенно иногда нестандартные подходы к нашей профессии. Вы знаете, я там один пример приведу, когда Михаил говорит, что вот есть там такая задача, надо решение. Ты ему предлагаешь какое-то решение, например, или два решения, а он говорит, а еще безумнее, а еще смелее. Я говорю, ну, наверное, если еще смелее, то вот так. Он говорит, а вот следующим шагом, а еще безумнее. Я говорю, ну, если еще безумнее, то вот так, ну, так же нельзя. Он говорит, так и будем делать. И мы делаем так, и потом понимаем, что... Да, 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 абсолютно. Вот клиент, который challenge accepted, который принимает вызов и умеет на этом вызову противостоять, когда он идет, когда он воинствующий навстречу, и умеет, наоборот, этому вызову отдастся, когда он понимает, что это для достижения целей. И на самом деле вот эти самые безумные, то есть он расширил границы моего сознания очень сильно. Вы сказали в середине нашего диалога о том, что для вас цель в профессии — это не только состояться, не только стать профессионалом, не только продолжать общение с интересными людьми и встречать новые вызовы и новую школу, но и сделать мир лучше, сделать страну свою лучше. Хорошо. Наверное, кто-то, кто нас сейчас слушает, пожмет плечами и скажет, что как-то странно от такого практичного, профессионального и структурированного человека, как вы, слышать такую какую-то наивную формулировку «сделать страну лучше». Ну я понимаю, сделать лучше жизнь своих детей, в подъезде можно сделать жизнь лучше немножко, как-то конкретно, своей компании. Каким образом вы собираетесь сделать лучше жизнь в этой стране? Вы знаете, мы сейчас в текущем моменте работаем с 50 компаниями на рынке, из которых половина — это крупнейшие компании России, помогая им улучшить работу внутри, помогая им работать с их репутацией. Репутация не завоевывается просто так, репутация завоевывается тогда, когда люди и компании делают социально значимые, значимые и важные для страны вещи, соответственно, помогая им делать это, иногда подталкивая их к тому, что это делать, помогая людям создавать благотворительные фонды. Одно из направлений работы Михаилова партнера является создание с нуля и поддержка работы благотворительных фондов. Мы помогли создать уже несколько личных фондов крупным бизнесменам, богатым людям, деятелям искусства, культуры, которые дальше с этими фондами работают, они развивают различные социальные программы по всей стране. Работая с таким количеством людей, принимающих решений, помогая им делать позитивно окрашенные и правильные, принимать правильные решения и позитивно окрашенные действия, вы точно совершенно делаете страну лучше. Поэтому я совершенно не кривлю душой, когда я это говорю, это совершенно не патетика, не пафосные слова. И вот, например, в последний уже этот год начался у нас уже несколькими новыми, важными, поставленными от клиента задачами, связанными с социальной политикой. С благотворительной деятельностью. Меня это не может не радовать. И все те компании, которые, например, приходят к нам за совершенно коммерческими вопросами, решения сложных, больших споров, всегда одним из направлений того, что мы им рекомендуем, будет совершение социально важных, социально значимых для страны действий. То есть, если я вас правильно понимаю, в вашей стратегии социальная ответственность бизнеса – это один из шагов в решении любых проблем? Абсолютно. Абсолютно. И он всегда будет в ключевых, в топ-5 советов, которые мы выдаем клиенту. Это социально ответственная политика и совершение социально значимых для своего города, для своего региона, для своей области. Даже, как вы сказали, для двора вокруг действий. Это удивительно. Первый раз в жизни я встречаю человека, который на таком высоком уровне, таким сложным клиентом прививает любовь к людям. Таким замысловатым образом. Спасибо вам огромное, Юлиана Слащева. Потрясающе интересный человек, президент и гендиректор консалтинговой группы «Михайлов и партнеры». Продолжение следует...